здравствуйте тема нашей четвертой лекции елизавета петровна и охочие комедианты пока оставлю вас в догадках о том кто такие охочие комедианты что значит это словосочетание из 18 века в процессе лекции она для нас прояснится и так от эпохи петра мы переходим к эпохи елизаветы петровны которая позиционировала себя и настаивала на том что она дщерь петрова что она продолжает политику отца политику петра заканчивает какие-то начатые предприятия продолжают начатые им линии и так далее да это самое слово дщерь тоже слово красивое вкусное слово 18 века и помимо того что елизавета петровна да вот года ее жизни поможете видеть всегда значит 1709-1661 помимо того что елизавета петровна позиционирует себя как черь петрова она конечно же ее образ представляется в отдых например до одном из любимейших жанров этого времени как такую покровительницу искусств и вот например в строках ломоносова мы видим это соединение что она и дочь петра и замечательная покровительница искусств а все холмы покрывают лики в долинах раздаются клики великая петрова черь щедроты очи превышает довольство мус усугубляет и к счастью отверзает дверь поскольку елизавета петровна продолжая да и как каком-то смысле кстати говорят черь петрова это ведь образ или тоже немножечко такая роль да то есть она выбрала вот 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 такой образ или роль для себя это тоже некоторая театрализованная немного позиция конечно продолжая линии заданные петром елизавета петровна также интересуется и театром как мы помним для петра до в прошлой лекции мы говорили об этом для петра часть театр важная часть государственной политики важная часть европеизации россии по двум причинам с одной стороны это некая светская форма досуга на противоположность такой домостроевской значит закрытой а с другой стороны собственно пётр говорил о том что на сцене зрители могут увидеть образцы европейской галантности до вот этого европейского поведения ведь каким-то новым способом разговаривать делать комплименты и держаться даже как-то пластически выстраивать да вот коммуникацию жестом а всему этому нужно было где-то учиться и одно из таких школ жизненного поведения а по мнению петра должен был стать театр конечно жизненного поведения именно европеизированного поэтому елизавета петровна продолжает безусловно значит уделять внимание театру как части такого государственного проекта и не просто театру например придворному да для 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 усиления придворных какой-то какому-то закрытому а именно театру публичному или даже у елизаветы петровны возникает еще да еще более может быть амбициозная да идея еще более масштабная не просто публичный театр а театр для народа вот и и театр национальный государственный и и национальный именно русский театр вот эта идея именно русского театра а и елизавета петровна наверное формулируется впервые я понимаю что здесь возникает некоторый парадокс до театр это европейская какая-то модель да вообще а у нас она приживается дам ее как бы прививаем к русской культуре но в то же время это привито европейская практика должна стать по мнению лизавета петровна должна стать по-настоящему народный и по-настоящему русской что ж этот вопрос о том как такое европейское культурное явление как театр сделать русским эта проблема она не исчезнет там я не знаю может быть наверное даже никогда но пока не мере точно еще ближайшие десятки лет это будет предметом очень острых дискуссий да вот как нам сделать по-настоящему народный по-настоящему русский театр а и так елизавета петровна крайне озабочена заинтересованы идеи театра для народа и тут возникает вопрос до который я вам задаю и над которым да вот как-то интересно подумать можно ли заставить зрителей ходить в театр актеров заниматься театром вот мы с вами много говорили в предыдущих лекциях о том что все-таки когда театр насаждается сверху он не 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 пользуется успехом заставить любить театр заставить ходить в театр составить сделать театр частью жизни все-таки сверху невозможно но к середине восемнадцатого века все-таки ситуация несколько меняется помимо государственных деятелей заинтересованных в том чтобы продвигать при помощи театра некоторые идеи появляются любители и тут я раскрываю интригу которая в начале лекции мной была задана охочие комедианты это любители охочие да значит вот который по своей воле да значит по щучьему велению по моему хотенью вот по своему хотенью занимаются театром которых никто не заставляет до которые никак государство ничем не обязаны вот появляется любительский театр появляются эти самые охочие комедианты то есть все-таки начинает прорастать театр да вот как-то из из самой почвы вот этих любителей и так получилось что первый такой русский национальный театр а вырастает из любительского театра из любительской трупы труп охочих комедиантов федора волкова сейчас я предлагаю перенестись из тех городов которые мы уже упоминали из москвы из петербурга в ярославль собственно вот на гравюре вы можете видеть вид ярославе 1731 года мы переносимся на машине времени в ярославль чуть позже да вот прям середины 18 века но примерно да значит все-таки какой-то какую такую атмосферу да можно попытаться в этой гравюре уловить соответственно федор волков вот сейчас вы его видите согласно такому ну клише или даже некоторому мифу наверное да такой значит учредитель первого русского национального театра о том почему это в каком-то смысле миф да может быть я тоже пару слов далее скажу федор волков из купеческой семьи да значит его отчим купец палушкин соответственно как купец да он располагает некоторыми средствами материальными да и поэтому может позволить себе такое дорогое увлечение как дорогостоящее как театр ведь театр требует и специального помещения и костюмов для актеров и реквизита и освещения и так далее конечно вот там увлекаться театром на любительском уровне создать да там организовывать театральное представление может только человек состоятельный каковым федор волков собственно говоря и являлся в ярославле да этот молодой человек тогда еще да там вполне себе молодой человек а в дальнейшем значительнейший лучший актер по мнению современников а значит федор волков который страстно увлечен театром очень любит его видел театр европейские да значит знаком с ним как зритель и хочет практиковать его у себя на родине в ярославле он объединяет вокруг себя своих ровесников тоже молодых людей там подъячих некоторых тоже купцов да вот такого вот социального уровня которые занимаясь в основное время вот какой-то своей работы и такой важный и непосредственный могут свой досуг свободные часы уделять театральным зрелищем и театральным представлениям для этих любительских театральных представлений федор волков выстраивает ярославля специальные театральное зрелище между специальной театральные здания а между прочим театральное здание на тысячу мест почти это большой вместительный театр даже по По современным меркам, по московским меркам, это действительно большой театр, зал на тысячу мест, это очень серьезно и существенно. Репертуар, который они играют в своем любительском театре в Ярославле, в принципе, вполне соотносится с европейскими тенденциями. Например, они играют Мольера, правда, отдельное удовольствие и извлечение, как звучали названия пьес Мольера в переводе XVIII века. В общем, играют вполне актуальный некоторый европейский репертуар и далее прекрасно живут в своем Ярославле, показывают там эти представления и ни о чем большем не мечтают и не думают. Но, собственно, в самой середине XVIII века в Ярославль приезжает чиновник из Петербурга, вообще это очень театральный сюжет, чиновник из Петербурга, который куда-то приезжает. Вы понимаете, что я на пьесу «Ревизор» немножко намекаю. Действительно, приезжает в Ярославль чиновник из Петербурга, высокопоставленный, расследовать некоторое дело по акцизам. И в основное свое время в Ярославле он посвящает своей работе и расследованию этого дела. А вечером ему рассказывают о том, что существует такой вот любительский театр и интересно, может быть, было бы прийти и посмотреть представление. Этот чиновник приходит на представление. Ему кажется, что тот уровень, который предъявляют любители, ярославские любители, это очень достойно. Ему было с чем сравнивать, потому что, несмотря на то, что ни в Петербурге, ни в Москве профессиональной труппы, актеров, которые бы играли, и это было бы их некоторым основным делом, не было пока еще у нас. Но были гастролеры, приезжали гастролеры из Европы, поэтому увидеть из Германии, из Италии в первую очередь, увидеть, как устроен театр, что такое актерская игра, какой она должна быть, возможность у высокопоставленного сенатского чиновника, она вполне была. Поэтому ему было с чем сравнивать, он сравнил и решил, что это представление вполне достойно. Он рассказал об этом представлении и об этом театре Елизавете Петровне, и она пригласила Федора Волкова и его сотоварищей в Петербург и попросила их сыграть представление в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге. И то, что они сыграли, честно сказать, несколько разочаровало Елизавету Петровну, хотя она возлагала, конечно, большие надежды на Федора Волкова, как раз в той связи, что ей хотелось театр народный, театр для народа, театр для людей, конечно, на русском языке, как и ее отцу Петру Великому, и ей хотелось, конечно, чтобы вот такой русский театр для русских людей появился, но, к сожалению, тот уровень, который Федор Волков и его коллеги представили, ее не устроил. Они, возможно, они промахнулись несколько с репертуаром, взяв довольно архаичную такую пьесу русскую Дмитрия Ростовского на религиозный сюжет, очень старую. В общем, наверное, они хотели как-то выглядеть очень внушительно и православно, но это Елизавету разочаровало, она их отправила учиться. Значит, она их отправила учиться в шляхетный корпус, просто поднимать общий культурный уровень. Федор Волков, его брат, значит, и в будущем ведущий актер эпохи Иван Дмитриевский, учится в Петербурге, значит, как-то поднимает свой культурный уровень, а потом после этого уже, значит, Елизавета Петровна решает, что вот теперь они, как образованные люди, могут действительно заниматься настоящим нестыдным по европейским меркам театром. И, соответственно, Елизавета Петровна издает указ, да, то есть опять у нас некоторый парадокс. С одной стороны, все-таки это театр, который идет от желания людей заниматься театром, он не по указке, он не сверху, но все-таки театр у нас, конечно, появляется по указу, да, это такая любопытная ситуация. Указ Елизаветы Петровна 30 августа 1756 года, да, который вы можете, выдержку из которого вы можете прочесть, если поставите на паузу видео. Наверное, самая важная и самая такая вот серьезная фраза этого указа, это первая фраза. Повелели мы ныне учредить русский для представления трагедии комедий театр. Да, вот этот русский, это очень важное, да, такое программное слово для Елизаветы Петровны. Русский театр был официально, да, объявлен государственным учреждением, и так, в общем, в основном происходит до сих пор. У нас очень много государственных театров в России сейчас, да, сегодня, в частности в Москве, и нигде в мире больше такой ситуации нет. Да, то есть вот этот государственный репертуарный театр, это чисто русская культура явления, и да, вот со времен Елизаветы Петровны оказывается это так, да, потому что в других странах государственных театров очень мало, да, совсем, вот прям несколько. Да, у нас только в Москве несколько сотен, а, значит, да, в других странах там вообще вот считанные, да, эти самые государственные театры, все остальное это частные, да, какие-то инициативы и так далее. У нас театр сразу, да, вот по первому же указу русский театр официально государственное учреждение, расходы на содержание были внесены в росписи государственных расходов, то есть бюджет, и актеры, да, которых наняли для работы в этом театре, получили статус, условно говоря, госслужащих. То есть они даже пенсию получали, да, значит, после, кстати говоря, не так уж и многих лет в театре, да, там после 10 лет в театре они могли рассчитывать на пенсию от государства. Дирекцию этого русского театра должен был возглавить Александр Сумароков, и вот здесь как раз некоторая, так скажем, да, интрига, потому что я говорила о том, что Федор Волков, да, такой учредитель первого русского театра. Вот вернемся к нему, да, значит, вот прямо первый русский театр, театр Федора Волкова, Федор Волков, да, там, создал в России театр. Но, конечно, это всегда некоторая условность. Один Федор Волков и его небольшая, да, вот эта труппа охотчик-комедиантов, конечно, не решила бы ситуации. Дело в том, что к тому моменту, да, когда Елизавета издает свой указ, кроме Федора Волкова и этих охотчик-комедиантов, у нас, наконец, появился первый драматург, который пишет не на религиозные, а на светские темы, да, который пишет, да, светские европейского типа пьесы. Он первый, он вот только появился, и его зовут Александр Самароков. Собственно, ему, да, и поручили управлять, да, значит, стать директором первого вот этого русского для представления трагедии комедии театра. Впрочем, поэт и драматург Александр Самароков очень страдал от этой своей должности, и через несколько лет после того, как был назначен на эту должность, писал о том, что ничего никому, кроме бедствий, этот русский театр не принес, потому что никогда проблемы с помещением, с организацией, да, вот чисто какие-то административные, очень тяжело. Вот, в общем, значит, Александр Самароков очень страдал, но тем не менее он наш первый драматург. Не было бы драматурга, какой мог бы быть наш русский театр без русской драматургии. Соответственно, да, конечно, Федор Волков важен, но и Самароков важен не меньше. Кроме того, собственно, в этом самом шляхетном корпусе, в котором учился и Сумароков, и в который отправила учиться Елизавета Федора Волкова, его брата Дмитриевского и некоторых других, там была такая любительская тоже традиция как бы такого вот театра университетского. И тоже без театра в процессе такого высшего образования, скажем, современными словами, да, на самом деле профессиональный театр был бы невозможен. Как только в Москве появляется Московский университет, там сразу на следующий год после открытия Московского университета появляется студенческий театр. Часть студентов, которые занимались там, переходят в профессиональные актеры. Да, то есть еще как бы вот важным таким кирпичиком, да, в это здание русского театра становится, собственно, такой театр университетский. Вот, и тоже без него невозможно было бы представить это появление и функционирование, главное, да, вот этого самого русского театра в эпоху Елизаветы Петровны. Поэтому все не так просто. Один человек, конечно, не может, да, решить вот прямо всю ситуацию. И когда мы смотрим на историю, мы понимаем, что всегда это какое-то соединение, да, комплекс каких-то факторов, стечение обстоятельств и очень сложная конфигурация. Поэтому я бы не стала, да, говорить о том, что Федор Волков создал первый русский театр. Все-таки, ну, во-первых, его создала Елизавета Петровна своим указом, а во-вторых, да, все то, что я сказала ранее. Скажу еще пару слов о том, собственно, о самом Федоре Волкове, о его личности, которая, по-видимому, была незаурядной, но, к сожалению, он прожил немногим более 30 лет. Опять вспоминаем про «Игру престолов» и неожиданные повороты сюжета. Волков мог бы как театральный деятель и как актер, да, вот вы можете на слайде видеть, собственно, как о нем высоко отзываются современники, вам хорошо известные, да, значит, собственно, и там Гаврил Романович Державин, Денис Фан Визин, да, значит, как они его превозносят. И, наверное, у него могло бы быть очень большое и интересное художественное будущее, он много бы мог еще сделать для русского театра, тем более, что он был таким человеком универсальным, да, он был не только одаренным самородком в театральной сфере, как актером, но он, да, вот, Новиков о нем пишет, что он был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант на многих инструментах, посредственный скульптор, одним словом, человек многих знаний в довольной степени. Наверное, он мог бы многое сделать для такого синтетического искусства, как театр, но, к сожалению, жизнь его оборвалась очень рано и по такой трагической причине. Дело в том, что здесь мы уже делаем некоторый шаг к следующему правлению от Елизаветы Петровны к Екатерине. Федор Волков организовывал и, там, современным языком, скажем, режиссировал большой маскарад к годовщине коронации Екатерины, и это должно было быть огромное, да, городское такое зрелище, в котором весь город превращался бы в театр, да, а все горожане превращались бы в актеров и участников, но и поскольку работа велась на открытом воздухе, Волков простудился, тяжело заболел воспалением легких и, да, к сожалению, в 30 небольшим лет умер, а иначе мы не знаем, да, как бы дальше сложилась история русского театра и его личная история, если бы этого не произошло. И, но, несмотря на то, что не хотелось бы заканчивать на такой трагической ноте, несмотря на то, что, да, и судьба Волкова была, оказалась такой трагической, и Сумароков, да, наш первый драматург и первый директор государственных театров так вот драматично описывает первые годы существования русского для представления трагедии и комедий, да, театра, тем не менее, произошел какой-то, ну, такой, да, вот, поворот, парадигмальный сдвиг, наконец-то, да, во-первых, появились люди, которые не по указке хотят заниматься театром, а появились эти самые охочие комедианты, и, наконец, у нас появляется и драматургия на русском языке, и, да, общедоступный театр в городском пространстве, театр для народа, как хотела этого Елизавета Петровна, поэтому, конечно, с царствованием Елизаветы Петровны связаны, важнейшие события и в русской истории вообще, и в истории русского театра, переоценить, которые трудно. И после рассказа, да, об этих событиях, которые произошли во время царствования Елизаветы Петровны, я вам по традиции предлагаю несколько вопросов. Первый, да, почему для Елизаветы Петровны театр был приоритетной темой, да, почему она столько внимания ему уделяла. И второй вопрос, как вы считаете, Федора Волкова можно назвать любителем или профессионалом театрального искусства, да, потому что с одной стороны мы говорим охочие комедианты, да, он вроде бы любитель, а с другой стороны мы говорим первый профессиональный театр, да, учредитель первого театра. Так все-таки любитель или профессионал, да, как его правильнее, на ваш взгляд, было бы определить, категоризировать? Нам будет очень интересно прочесть ответы, ваши ответы на эти вопросы в комментариях к этому видео. Большое спасибо за внимание.